В такой ситуации оказался 34-летний саратовец. Обнаружив чужую банковскую карту, отправился с ней по магазинам. Бесконтактный способ оплаты позволил потратить все, что было на счете – более 6 тысяч рублей. Видимо, мужчина – хороший семьянин. Приобрел памперсы, продукты, заправил машину. Каждая покупка фиксировалась, и владелец карты получал уведомление, где тратятся его кровные. К тому же магазины, заправки, общественные места оснащены видеокамерами. Найти злоумышленника для полицейских не составило труда. Выждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г, части 3, ст. 158 УК РФ «Кража с банского счета». Санкциям данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Рекомендации для тех, кто потерял банскую карту – время заблокировать возможность совершения операции. А если вы уже получили смс-вомедовление о покупках, обратитесь к заявлению в полицию. В полицию следует обратиться и тем, кто нашел чужую банскую карту. Оплачивать ей покупки ни в коем случае нельзя. Закон однозначно трактует подобные действия как кражу. Подозреваемый – мужчина без криминального прошлого, но с перспективой судимости, пока отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.